Да, мы здесь. Хорошо, мы приветствуем Павла. Интересуемся, готов ли он к диагностике доверить для нам свои биополе на период сеанса? Доверит. Хорошо, и Павел становится сканер. Еду команду, значит три сканера начинает сканировать пространство над головой, пространство под ногами, 360 градусов, все семь тонких тел. Один, два, три. Сканер начинает работать. Ну вот это зеленое неоновое очертание, оно живое, то есть оно как накидка на нем полностью, на всех телах. Вот представь Каспер, только с одной стороны у него неоновый зеленый цвет, полосой. Вот такая накидка на нем. И она в клетке уже или нет? Полностью облегающая его. Она в клетке или нет, Вера? Да, она в клетке. Хорошо. И от этой накидки выстраивается канал к ответственному, я притягиваю ответственного силы моего намерения. Один, два, три. Да, будет так. Робот. И от робота выстраивается, канал ведущий к ответственному. И, значит, 3, 1, 2, 3. И я притягиваю ответственного за это робота по всю цепочку притягиваю до последнего ответственного. Один, два, три. Сила моего намерения. Да будет так. Все в клетку. Он говорит, я ответственный. Но он не робот, как мы в понятии. То есть он как биоробот. Кто ты такой? Откуда ты взялся? Снимаются все маски, голограммы. Техногенная цивилизация. Такая, видать, уже техногенная, если ты у меня в клетке сидишь. Мы связаны с определенными вибрациями на Земле, которые проходят через электронные устройства. Через Wi-Fi, по-вашему. Нормально. И как вы перемещаетесь? Есть определенные волны, на которые мы подключаемся. А что это за волны, на которые вы подключаетесь? Расскажи мне. Вера, сколько каналов у нас? Посмотри, пожалуйста. Техномузыка. Техномузыка. Сейчас, подожди. У нас есть подселенцы другие здесь. Просто мы зациклились на нем. Хорошо, слушай, у нас не было уже такого. Я же себя вытаскивал такого же робота, помнишь? Тоже на музыке заскочил. Ну, у тебя человек как-то танцующий был. А здесь он такой, как светлый. От него идет что-то такое, как металл. Да, это не светлое, это все иллюзия. Это темная цивилизация. Поехали дальше, по каналам. Я имею в виду, выглядит он вот как очертание человека. А, хорошо. Светлое. Но в нем есть металл, я его чувствую. Он на тебя не влияет? Нет. Хорошо. Он на защиту стоит. До меня не доходит его влияние. А он пытается? Ну, нет. Я не чувствую от него что-то попыток влияния. Хорошо. Робот с накидкой. С накидкой, да. У нас здесь нас демон. Какая цифра над головой? 12. 12 кирцовый. Хорошо. Дальше. Таракон. Какой? Таракон синий. Одна, две? Одна. И цифры над головой? 711. Хорошо. Поехали дальше. Арахноид. Арахноид. Все. Значит, у нас получается 4 канала. Робот с накидкой. Демон 12 кирцовый. Дракон синий. 711 и Арахноид. Правильно? Да. Вот от Павла, от него, знаешь, идет какая-то, вокруг него вот что-то такое металлическое, надменное, вот как, даже не знаю, как объяснить это. Просто чувства от него вот такие идут, рядом с ним они находятся. Но они чужие, навязанные. То есть он как отравлен этими чувствами. Хорошо. Я думаю, будем рассинхронизировать это. И надо ответственным за эту энергетику загорается яркая красная лампочка. 1, 2, 3. Это робот, скорее всего. Это робот. Понятно. Хорошо. Мы это все вытащим. Это не проблема. Хорошо. Значит, так. Я буду еще задавать вопросы. Вы отвечаете на все вопросы. Вы кооперируете. Кто не кооперирует, того и уничтожает. Здесь без разговоров. Вы не первые, не последние. Интерференты, которые мы встречаем сегодня. Поэтому, если вы хотите нормально уйти назад, вы кооперируете и отвечаете на вопросы. И переходим к процедуре реверса. Я даю команду тонкой копии Павла спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Ответственным за чужеродную, негативную, патогенную, низковибрационную энергию в его биополе. 1, 2, 3. Начали выстраиваться каналы. И в сущности каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение. Все чужеродные, патогены, низковибрационные энергии. Откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Павлу. Энергия страха, энергия неуверенности, энергии всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Кому что идет, Вера? Красно-черные клубы идут к демону. Хорошо. К дракону. Темно-синяя грязь. Чернота идет к арахноиду. Почему-то он показывает мне, у него голова, и он как вверх ногами, то есть ноги у него наверх урахнули, да. И он полностью закрывает ему голову и получает, космическую энергию получает. А, положить. Лапами канал этот держит. Мерзкие сущности. Ничего не скажешь. Хорошо. Решил всю энергию украсть. Седьмой чакрой. Сейчас все назад вернуто. Что идет к роботу, Вера? Посмотри, пожалуйста. К нему идет как металлическое что-то. Таким поверх, ну, как сверху, а снизу канал. Таким грязно-синим цветом, и он пульсирует этот канал. Вот так? Такт музыки. Такт музыки. Вот так, да, слышу. Техно-музыка. Подключка роботов. Все слышали? Для всех любителей техно-музыки. Робот, скажи, а что это, на какой частоте? Как ты вообще проходишь в его биополе? Объясни. Там еще, кроме техно-музыки, там еще какие-то звуки есть. То есть музыка не обязательно должна быть техно, но какие-то очень... Примешанные. Звуки примешанные, да? Звуки, да. Примешанные звуки. Он не показывает, он такой оглушает, как визжащий такой звук. Когда он смешивается со всеми, он такой... Его не слышно. Он не выглядит таким резким. Он высокочастотный... Я слышу. Это высокочастотный звук, да? Да. И от него вот цвет идет такой же. Вот этот зеленый неон, белый он и зеленый неон. Он так выглядит, этот звук. Ну, я бы сказала, писклявый, да. Такой раздражающий он, если он один. Его один никогда ты не услышишь. Это делается этот звук, да, знаешь, синтезатор работает. Такие звуки. Вот такие делают. Они подмешивают в этот ритм вот этот звук. Этот высокочастотный звук. Ты его так не вытащишь из всего спектра простыми инструментами. Это нужно очень смотреть, всю полосу этого звука. Но они туда подмешаны. Это значит, что этот звук уже установлен где-то в какой-то программе или в каком-то инструменте для того, чтобы производить этот звук. Этот звук был произведен. Он кивает, и он кроме этого звука показывает другие полосы. Это вот знаешь, как полосы, где ноты. Вот как называется, скажи. Это полосы называются. Музыкальные полосы, да. Для сведения музыки. Да, и он показывает, что там есть и другие, как ваши ноты, там есть и другие наши звуки вмешанные. Понятно. Вот линии такие. То есть вы практически уже интегрированы в какую-то компьютерную программу или в какой-то музыкальный инструмент, которым пишется... Компьютер показывает. Компьютерную программу, которая пишет эту музыку. В принципе, ей пишут эту музыку. То есть эта программа была создана человеком с вашей помощью. Правильно? Кроме ваших семи нот мы вмешали свои звуки. А как вы это сделали? Это значит, вы тогда через разработчик? Wi-Fi. А, вот как. Так подожди. Это получается, вы подмешали эти частоты или они были при производстве этой музыки, заложены в музыку? Или при передаче этой музыки, когда она уже готовая шла, вы этой частотой подзаряжали? Или когда записывалась эта музыка? Он говорит, что по-вашему это придумали вы. Что именно мы придумали? Эти звуки. А как вы... Подмешивание. Мы придумали сами. Ну а как же так получается, что это вам так облегчает работу? То есть это... Нет, он говорит по-вашему. То есть... Да, 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 согласен. Нужное время к нужному. Согласен. Как с реверсом, Вера? Закончили. Хорошо, устанавливаются фильтры золотой сеточки на все каналы. И в порядке реверса. Павел забирает чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные, чистые. Один, два, три. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли до последней капли, возвращает Павел себе обратно. Он хозяин своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Хорошо, робот, как долго ты сидел в этом теле? Сейчас он говорит, нужно подойти в нужное время к нужному индивидууму. И вы всю работу сами сделаете за нас. И еще будете радоваться, что открыли что-то новое. Ну то, что ты сейчас сказала, ты просто можешь манипулировать людьми и подсказывать им какие-то идеи, которые выгодны и вам. Правильно? Так же получается? Да, он кивает. Ну, это мы тоже понимаем. Ничего такого особого. Манипуляторов слишком, очень много. Как долго ты находился в его биополе? Когда ты зашел? Он начал пять лет назад, и последние три года плотно сидит. Понятно. За какие боли, или за какой отток энергии ты был ответственен? Что ты у него забирал? Ну, последние три года его жизнь построена на этих вибрациях. Как этого избежать? Как он говорит, не посвящаться туда, не углубляться. И каждый человек, чистый человек, когда слышит такую музыку, она его раздражает. Он переключает канал. Ну, канал слышания, грубо говоря, уходит, выключает. Отторгает. Ну, он отторгает такую музыку. Согласен. Отличный совет. Очень много людей, которые, когда слышат такую музыку, им просто неприятно. Они и окна закрывают, если машина проезжает, или просто переключают на другой канал. Абсолютно верно. Вот как происходит защита. Хорошо. Так, переходим к дракону. Не к дракону. Переходим к демону. Демон, как долго ты сидишь в этом теле? Что ты вообще здесь находишься? Девять лет сидит. Девять лет? За столе показывает. А, любит погулять? Ну, тогда он был пьян, когда он зашел. Но демона обычно заходит, когда человек в бессознальном состоянии. Он с кем-то, да. Он очень пьян, и он с кем-то за столом. Но я бы не сказала, что спорит. Вот он как-то пальцами так что-то... Доказывает. Пьяная беседа. Как в поезде их вижу сейчас, друг напротив друга. Ну, вижу. И он перепрыгнул с кого-то, или он зашел? Как это было? Вибрации у него были пониженные. Нет. Он просто наблюдал за ним, и на пьянку на эту зашел. А, понятно. Значит, его никто не посылал, он сам нашел, да? Нет, сам. Искал, нашел. Хорошо. У тебя контракт есть с ним? Ты заключала что-нибудь или еще не дошел до контракта? Нет, пока так живем. Жили. Уже говорили в прошедшем времени, потому что после этого жить не будем. Потому что каждый уйдет туда, куда он должен уйти, и я буду проверять это тело. Очень часто. При малейшей жалобе через пять минут я вытащу. Ответственно, он будет опять сидеть в этой клетке, если я сегодня вас отпущу. Так, Демон, скажи мне, ты наверняка выращивал какую-нибудь вкусную лярву там, да? Да, есть такая. И ты наверняка хочешь меня спросить, можешь ли ты ее забрать? Отдашь? Когда я дам команду вытащить все из биополя, когда придет твоя очередь, ты вытащишь все. После этого я тебе дам команду и сможешь забрать эту лярву. Понял? У него две лярвы. Одна на лбу, другая на сердце. И на сердце. Хорошо, значит, две лярвы тогда уберешь, только не оставляя ничего. После этого мы будем проверять. И переходим к дракону. Ну, дракон, как ты долго находился в этом теле? Дракон три года. За что ты был ответственен? Что ты ему перекрывал? Какие каналы? Какие картинки ты ему визуализировал? Что ты ему показывал? Дракон, значит, синий чакрой сидел, третий класс. Правил пластины, воровал энергию, и он еще питался вот этим, ну, техногенными вот этими какими-то энергиями. Обалдеть. И там приспособились. Как космические любят вместе работать. Хорошо, и переходим к арахноиду. Арахноид, как долго ты в этом теле находился? Он год. Год. Один и пять показали. У тебя там есть яйца, или только паутина? И жидкость есть? На живот показывает. Хорошо, я, когда придет твоя очередь, я тебе дам команду, ты будешь вытаскивать все, вытаскивай все до последнего микрона, иначе я тебя по ДНК опять вытащу. Ты это понял, да? Он связан, да, он связан паутиной с желтым и оранжевым телом. Да, и сколько он сидел, ты сказала? Год, полтора, один и пять. Один и пять, все, понятно. Где подключился, в доме, или это было где-то в другом месте, где он живет? Какое-то помещение, какая-то встреча, он показывает, как он смотрит, как будто он сквозь воду смотрит, и он с кем-то встречается, руку кому-то жмет, и в это время он прыгает на него, как раздвигает эту воду пальцем, и на него прыгает. Обалдеть. Понятно, хорошо. И еще у меня один вопрос. Демону, демон, тебе девять лет там жил, ты должен знать, есть в квартире Павла порталы? Или воронки? Здесь есть. Я за квартиру спросил Павла. Два портала. Хорошо. Воронки приходят, уходят. Хорошо, благодарю. Все, поехали дальше. Значит, движущиеся воронки. Так, реверс у нас произошел, они все вернули, да, Вера? Они вернули, да. Хорошо, теперь переходим к процедуре. Вытащи все, что оставил. Давай начнем с арахноида, арахноид. Выходи сейчас, доставай аккуратненько все, что ты оставил, ничего не забывай. Помни о проверке. Потом встанешь в клетку и доложишь. Вот он как, ну, я бы сказала, сетка такая, сплетенная от головы, идет вниз к животу. Вот так вот, да? Сетка, эту сетку он достает полностью, все. Хорошо. Головы, в голове выбирает что-то, собирает с головы. Этими тонкими лапами вытаскивает что-то. Какие-то шарики. Маленькие, складывает себе куда-то. Ну и какой аккуратненький арахноидик. Опять побежал вниз. И позвоночник. По позвоночнику протянут у него. Чуть громче, Вера. По позвоночнику протянут у него, да? Да, паутины у него там. Понял. Собрал, хорошо. Переходим к дракону. Дракон, выходишь сейчас, достаешь все пластины, которые ты оставил, безболезненно, аккуратненько вытаскиваясь за три года. Все, что ты там оставил. Дракон. 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 Просто арахноид, он сел, и у него такое сожаление в клетке. Вот это вот фиолетовая энергия космическая. Он все забирал, получается. Конечно, он все воровал. Арахноид, у тебя радость должна быть. То, что я тебя сегодня не отправил в галактическое ядро. Другим твоим сородичам не повезло. Они пытались обмануть, пытались стрелять, и они ушли в галактическое ядро. Поэтому ты должен сейчас испытывать обалденное чувство счастья, то, что с тобой ничего не случилось. А ты жалеешь о энергии. Он лапами вот так под себя все подминает, что собрал, и кивает. Хорошо, тебе еще очень крупно повезло сегодня. Поехали. Дракон вышел? Нет, снимает пока. Хорошо. Значит, у него пластины подключены, синего тела подключены к голубому и к зеленому, откуда он с этим техногеном брал энергии своей, себе. Они там с роботом сдружились. Готово, снял все. Хорошо. Демон, сейчас твоя очередь. Выходишь, достаешь все, что ты оставил в его биополе. Докладываешь. Подожди. А демон вот снимает гири почему-то с рук и ног. А на чем гири? Черные гирьки. Гири были, да? На запястьях и на ногах. Какую боль это давало, демон? Приземлял он его. А, приземлял. Понятно. Ты знаешь, он ему давал какой-то, даже не могу, как это, эгоизм. Вот. Какое-то чувство эгоизма, самолюбие. Это нездоровая такая вещь. Эгоцентричность. Это низкие вибрации. И вот они притягивают. Превосходство над руками. Вот он ему давал. Ну, это мнимое превосходство. Он давал ему, а не настоящее превосходство. Настоящее превосходство только в разуме происходит. Да, он снял все. Отлично. Хорошо. Демон, теперь можешь снять, убрать, забрать две лярвы, которые там висят. Все, до последнего забираем. Готов. Хорошо. И у нас остался робот. Хорошо поживился, говорит. Ну, хорошо себя вел, хорошо поживился. У нас бывают и хамы, которые попадают, они уходят ни с чем. Иногда даже без рук. И уменьшены в два раза. А ты себя вел порядочно. Поэтому у меня к тебе никаких претензий нет. Ты отвечаешь на мои вопросы и кооперируешь. Это единственное, что я и хотел. Так, и переходим к роботу. Робот, я прошу тебя сейчас выйти. Вытащить все, что ты оставил роботе Павла на всех телах. После этого я буду проводить проверку. Те, кто меня обманут и что-то останется, те будут наказаны очень серьезно. Выходи, робот, давай. И потом доложишь, когда ты готов. Вот тебе демон ответил. Он говорит, а что уже сопротивляться-то? Поймал ведь уже. А вот есть такие, которые действительно глупы. Вот у меня был бес. Вот он был сильно наказан. Вот он просто хамить прям начал. Посылать меня куда не надо. А робот тебе говорит, что ему не надо выходить. Если ты ему разрешишь, он так все заберет. Ментально? Да. Но он как-то руку вытягивает, но у него там защита. Он не может и пробить. Ну, наш. Хорошо. Давай тогда сделаем так. Свет твой остался. Ты это с собой заберешь сейчас, да, робот? У него это можно смотать. Сделал. Но у него есть какие-то установки там еще. Значит, я тогда на время деактивирую. Перед его клеткой он может достать все, что он там оставил. Ну, он руки вытянул и к нему как к магниту полетели какие-то, знаешь, как ртуть. А у нас такое не было когда-то уже. Что-то знакомая такая ситуация. Дежавю у нас такое уже летело куда-то в клетку тоже. Я не помню просто, кто это был. Ну, ладно. Мне важно, чтобы этот цвет ушел, вот этот, который вокруг него там. Ну, вот этот, как ртуть, она сейчас вышла, и она в робота прямо вышла. Разошла. Делай ему защиту назад. А этот? И устанавливай защиту назад, включай. Один, два, три. Клетка защищена. Дальше. А вот это вокруг него какой, который цвет, вот этот негатив металл, его надо просто смотать. Хорошо. И я даю команду, и сейчас Макс Павел начинает отторжение всей энергии на частоте робота. Значит, три. Один, два, три. Вся негативная энергетика, и у микрона, все чужеродное, выходит из Павла. Ну, она сейчас намоталась, как спираль, черно-синим цветом, и в ней такие маленькие песчинки, вот этой ртутью внутри. А до последнего микрона все выходит. Все ушло? Да. Открывается портал в галактическое ядро, под этим шаром он улетает в галактическое ядро на переработку. Один, два, три. Хорошо. Так, сейчас сделаем проверку, и я даю команду скейнеру. Скейнер начинает сканировать. Павла на частотах интерферента, на частоте робота, демона, дракона, арахноида. Начинает сканировать все семь тонких тел. Павла. Да, готово. Зеленый. И я даю команду, значит, три, начинается рассинхронизация энергии робота и Павла. Сто процентов. Один, два, три, пошла рассинхронизация. Прозрачные нити, Вера, да? Ну, они, да, как бесцветные, и они как вот ластиковые, как сказать, как резинку растянул, как-то ластиковые, отпускаешь одну сторону. Вот так возвращается все к ним. Вижу. Ждем. Это очень важный момент. Сейчас останется энергетика, они могут быть опять притянуты. Да, готово. Так, мы закончили тогда, все все забрали. Теперь я подхожу к Павлу, кладу руки на плечи и мощнейшим ударом 100 тысяч герц, сжигая все каналы. Превращается в пепел. Один, два, три, удар. Сжигая все каналы. Да, готово. Открывается портал в галактическое ядро. Один, два, три. Весь мусор улетает в галактическое ядро до последнего микрона. Закрывай, опечатай, растворяй. Да, есть. Хорошо. Так, обращаясь ко всем присутствующим, я вас сейчас начинаю отпускать. Я вас прошу пока в это тело больше не приходить. Потому что Павел теперь находится под нашей защитой. Если он обратится ко мне, а он обратится, если у него вдруг что-то будет, странные ощущения, я кого-то вытяну из присутствующих, будь то арахной, дракон, демон или робот, он уже никуда потом не уйдет. Первый раз я отпускаю, второй раз человек сейчас прочитает манифест, объявит о своих свободах. Он прочитает слова, кто войдет в мое биополе, уйдет в галактическое ядро. Поэтому я прошу вас принять это серьезно. Всем понятно? Хорошо. И арахноид готов уходить? Готов уходить, да. Забирай все, что с собой принес, не жалей о энергии, а жалей о том, что ты остался жив. И открывается наверху портал на чистоте арахноида 1, 2, 3. Арахноид забирает все, что с собой принес, уходит безболезненно на свою чистоту. Закрывай, опечатай, растворяй. Есть. Хорошо, дракон, ты готов уходить? Готов. Точно так же. Найди себе новое место обитания, даже не пытайся. Потому что есть драконы, которые понимают это, а есть драконы, которые это не понимают. Мы выловили сегодня одного дракона, он был выше тебя уровнем, 850 какой-то. Он питался первородной энергией от человека. Я его первый раз предупредил, он мне дал даже слово дракона. И он меня обманул. Сегодня он был уничтожен. Я просто тебе хочу это сказать. Мы очень серьезно это воспринимаем. Понятно? Да, он кипает. Хорошо, открывается наверху портал на чистоте синего дракона, 1, 2, 3. И дракон забирает все, что он с собой принес, уходит безболезненно на свою волну, забывая дорогу назад. Закрывай, опечатай, растворяй. Есть. Ну, демон, у тебя сегодня вообще праздник, еще и подарки дали в дорогу, так что тебе жаловаться нечего, я понял, да? Готовы уходить? Да. Все, в это дело, пожалуйста, больше не приходи. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте демона, 1, 2, 3. И демон уходит на свою чистоту, забирает все, что с собой принес, забывая дорогу назад, закрывая, печатая, растворяя, ставь огненную пентаграмму. Готово. И у нас робот остался. Робот, я у тебя хотел еще один вопрос задать. Скажи, это получается практически все, кто продуцирует техномузыку, подключены к вам? Или даже слушают? Кто продуцирует, да. Кто продуцирует, да. Кто слушает, зависит от уровня. От уровня времени. Понятно. А все, кто продуцирует? Освещение себя этой музыки. Но все продюсеры, они практически являются у вас в кармане. Подключены. Подключены. Хорошо, ладно, робот, я благодарю тебя за информацию, я не буду на тебя ничего, у меня нет оснований тебя задерживать, я просто прошу, больше не приходи в это биополе, чтобы не встретиться со мной, хорошо? Он говорит, ты не понимаешь, это будет зависеть от него. Эти звуки, они уже в компьютере, то есть, будет он их слушать, он будет получать определенный заряд. Это одно дело, но когда к нему приходит подселенец интерферент, это второе дело, поэтому я говорю сразу, любой интерферент, который будет после этого обнаружен, будь то музыка, будь то скандалы, будь то что угодно, после объявления. Я говорю, что чем больше он будет слушать, тем больше будет накапливаться какая-то шкала. И, значит, когда эта шкала переходит в определенный момент, тогда уже приходит подключка. То есть, ты хочешь сказать, оно накапливается по капле, и когда вот эта бутылка становится полной, тогда этой энергии достаточно, чтобы притянуть... Тогда человек сам готов уже посвящать себя этой музыке. То есть, я понял правильно тебя, что это не с первого раза происходит эта подключка, а это надо какое-то время, правильно? С первого раза человеку это неприятно, он слышит, чистый человек, он слышит эти звуки. А как ты сам эту музыку слушаешь? Она тебе как, нравится или нет? Или тебе все равно? Это моя среда обитания. Твоя среда обитания, понятно. А это не вы придумали эту музыку? 140 битов. Я уже рассказал. Да, я согласен, хорошо. Все, ладно, благодарю тебя, Роба. Ты готов уходить на свою чистоту? Придумали вы. С нашей помощью. Понял. Он готов уходить. Хорошо. Забирай тогда все, что ты с собой принес. Если что-то есть, накидка там у твоя еще висит, все. И открывается портал наверху на чистоте робота. 1, 2, 3. И робот уходит на свою чистоту, забирает все, что он с собой принес. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Слышишь, Вера, рассадник, рассадник роботов. Техномузык. С ума сойти. Ну, это же у меня было один раз, причем я эту музыку случайно в кино услышал. Ладно, поехали дальше. Поехали по чистотам. Переходим на чистоту. Бесплотные подселенцы. Здесь как птица в окно бьется. И птицу отправляем в клетку-тюрьму. 1, 2, 3. Птица, ты кто? Кто тебя привел? Демон? Это их фишки. Я не знаю. Она вместе с окном переселилась в клетку. И она вот разлетается и бьется. Так, птица замерла на месте. Снимаются все маски, голограммы. 1, 2, 3. Фантом предстоит перво в данном виде. Нет, птица. Птица. Птица, откуда ты взялась здесь? Из его головы. Из его головы? Обалдеть. А как ты взялась? Объясни. Это он тебя придумал? Нет, она хочет выйти из его головы. Ты живая была? Или как? Придумал. Придумал. Подожди. От дракона это шло. Мысль. Он ее надумал. И птица пытается вырваться. Но не может. Она сидит в голове. Понятно. Сейчас птица. Ты хочешь уйти на свою чистоту? Да, она хочет уйти оттуда. И вот это окно там есть, да? Да. И окно уходит в галактическое дро. На счет 3, 1, 2, 3. Птица остается. Она свободна. Ничего ее не сдерживает. Она по клетке летает. Хорошо. И открывается портал на чистоте этой птицы. 1, 2, 3. И птица улетает в свой портал. Что там видно за портал? Зеленая трава. Лес, голубое небо. И птица, она большая стала такая. Ну, довольно. Огромные крылья. А ты что? Она еще уменьшенная была. Светлая. Светлая такая. Белая больше. Смотришь, как хорошо и птичку спасли. Хорошо, мы закончили чистку. И у нас еще остались вопросы Павлу к его куратору. Будем сейчас делать запрос, приглашать его к нам. Мы приглашаем в нашу комнату диагностики куратора или учителя или друга 1982 года, воплощенного на земле. Попросим прийти к нам, куратора или учителя. Ну, у нас на коне, как в таких рыцарских доспехах. Снимаются все маски, голограммы. Мы имеем честь, мы приветствуем куратора или учителя или друг. Переставьтесь, пожалуйста. Он говорит, называй меня куратор. Куратор. Мое имя Авалон. Очень приятно. Уважаемый Авалон, мы приветствуем вас. Меня зовут Влад. Это Вера. Мы сегодня проводили чистку вашего подопечного. Вывели из него всех интерферентов. И он изъявил желание задать своему куратору пару вопросов. Написал пару штук. И еще пару штук он сказал от общей вопроса добавить, которые мы обычно задаем кураторам и учителям. Будете ли вы так любезны ответить на эти вопросы? Что дано открыться, сегодня откроется. Благодарю вас, уважаемый Авалон. Итак, переходим к первому вопросу. Кто я и зачем я сюда пришел? Как и все души, ты пришел получать свой земной опыт и защищать близких. Благодарю вас. Следующий вопрос. Что за кристалл я видел? Почему этот кристалл в этом видении был значим для меня? Ты не видел суть сердца кристалла. Ты видел свет в виде кристалла. Все откроется позже, со сознанием кто-то. Благодарю вас, уважаемый Авалон. Третий вопрос я не совсем понял, но возможно вы его поймете. Что за птица и звезды в крыльях я видел и куда она летит? Как написал? Ты видел себя в той форме, в которой я приемлема тебе. Благодарю вас. Следующий вопрос. Станец архетипов в моих видениях. Что это? Иллюзия. Благодарю вас. От дракона идет. Да, конечно, это они. Очень много по этой теме мы знаем, как драконы умеют картинки показывать. Благодарю вас, уважаемый Авалон. Какая у меня душа? Космическая, земная или другая? Ангельская. И тут он пишет, если душа космическая, то можно сказать, из какой галактики? Созвездия. Это ангельская душа. У вас очень похожие миссии. У меня с ним? Да. Я уже своей миссией занимаюсь. Он пока еще не в курсе. Тебе тоже не сразу открылась твоя миссия. Все придет тогда, когда он будет готов. Еще раз повторю. Повторяю вопрос. На каком уровне находится высшее «я» сейчас? Павла? 11. 11. Какой процент негативной энергии он набрал в этой жизни? Благодаря демону 27. Ну да, демон там сидел конкретно 9 лет. 12-ти герцовый. Благодарю вас. Следующий вопрос. Иду ли я по программе или есть какие-то отклонения? Я не хочу говорить про программу. Я скажу, что раз ты здесь, значит ты достиг определенного уровня. Благодарю вас. И возможно даже последний вопрос. Как я могу связаться с моими учителями, кураторами? Как мне их распознать? Они это или не они? Это к вам вопрос, Авалон. Держи связь со мной. Только сердце подскажет правильное. Ты просто будешь это знать. Не будет сомнений. Благодарю вас. Больше у нас вопросов нет. Если вы хотите что-то личное, уважаемый Авалон, передать сейчас Павлу, это был бы самым лучшим моментом. Твоя энергия, это твоя защита. Защищай себя. Благодарю вас. Вопросов больше нет. У нас есть добрая традиция. Уважаемый Авалон, мы всем, кураторам, учителям, все, кто приходит к нам в комнату, делаем подарки. Есть ли у вас какое-то желание, что мы могли для вас материализовать? Мы хотели бы вам это дать с собой. Щит и меч. Какой щит, какой меч? Форма меч. Круглый. Ты увидела, Вера? Круглый щит, да. И короткий меч тогда получается, или какой длины? Нет, длинный. Не понял. Длинный меч. Длинный меч, хорошо. И на счет три в твоих руках материализуется щит и меч. Меч из дамасской стали, самая лучшая сталь, самая лучшая сталь для щита. Один, два, три. И передай, пожалуйста, Авалону. Это то, что он хотел? Моя коллекция пополнилась. Благодарю вас. Хорошо, Авалон. И я еще хотим вам передать корзиночку с нашими самыми вкусными ягодами на земле. На счет три, один, два, три. Верочка, появляется корзина. И передай, пожалуйста, это от нас, от Павла. Знак благодарности. Это самый чистый продукт на земле. Больше таких нет у нас чистых. Благодарю. Будем пробовать. И я благодарю вас. Павел благодарит. И Вера. Мы прощаемся с вами. Сейчас будем возвращать Павла в его биоробот. И надеемся на скорую связь его с вами. Всего доброго. Мы прощаемся. Благодарю за встречу. И я благодарю вас тоже. Рассинхронизируйся, Вера. Готово. Хорошо. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Павла в систему биоробот-душа. Заводим. Подключаем его к каждому внутреннему органу, каждой клеточке, извилинке головного мозга. Идет стопроцентная синхронизация вибрации энергии между физическим телом и энергетическими тонкими телами. Есть. Хорошо. И отключайся от объекта и перемещайся в свою комнату диагностики. Есть. 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 Субтитры создавал DimaTorzok